Вторая часть статьи Юлия Юзик на РТ за 28 июня 2020 года. Иракский разлом. Спасать Ирак от краха вместе с Казими должен его министр финансов Али Алави, 73-летний ученый-экономист, который предрек Ираку шанс на восстановление за один год при условии экстренных реформ или кончину государственности. Алави считает ситуацию катастрофической не только потому, что рухнула цена на нефть. Он приводит в пример 2005-2006 год, когда он уже отвечал за финансы во временных органах власти. Цена за баррель была примерно 35 долларов, но число государственных служащих менее миллиона. Сегодня же более 4 миллионов иракцев получают пенсии и другие государственные выплаты и пособия на ежемесячную сумму около 4 миллиардов евро. Различные народные правительства, во главе которых стояли те самые проиранские политики, опустошили иракскую госказну. У правительства обычно достаточно денег, чтобы покрыть пару месяцев чрезвычайных ситуаций. «Я ожидал найти в бюджете от 7,5 до 10 миллиардов долларов, но там оказалось всего 1,5 миллиарда долларов», – говорил он. Алави придется перекредитоваться у госбанков, чтобы рассчитаться с долгами бюджетникам. И это при том, что Ирак – второй производитель в ОПЕК. «Для спасения Ирака придется подвергнуть жесткой экономии 40 миллионов человек, и это может продлиться до двух лет», – сказал Алави в интервью газет-агентству «Франс Пресс». Одна из первых задач нового правительства – вывести из бюджетных списков инопланетян. Это сленговое слово на иракском, аналог наших мертвых душ. Госслужащие, которые получали зарплаты из госбюджета, но никогда не ходили на работу. Приписки и раздутый штат бюджетников, о которых ниже. Самое циничное, что бунты против нового правительства провоцировали те же силы, которые разжигают антиамериканские настроения. На улицу выводятся люди из низов, желающие получать пособия и зарплаты, будучи фиктивными работниками, ибо нефть принадлежит народу. Иракская прикормленная верхушка бунтует потому, что ее лишают привычных схем воровства. Иракская коррупция сожрала 410 миллиардов евро с 2003 года. Сильный Ирак с прозападным политиком – это угроза для Тегерана. А слабый, раздираемый политическими противоречиями напротив, – хорошая буферная зона безопасности для Ирана. Но без западных денег Ирак прекратит свое существование как государство в ближайший год. Вот такая дилемма. Один из иракских представителей Хезбалы Абу Али Аль Аскари отреагировал на арест 14 членов группировки так. Монстр Казими хотел скрыть, что он участвовал в убийстве двух мучеников, и сделать новое предложение американским спонсорам. Ну что ж, мы готовы. Знаковые стилистические приемы в ведении дел, кровь, мученики и попытка вызвать собеседники страх и ужас. Иракская армия совсем недавно прокомментировала подобное в таком же стиле. Но по поводу ареста 14 человек из Хезбалы она хранила гробовое молчание до обеда следующего дня. Позже появилось сообщение, что вооруженные группировки на принадлежащих государству транспортных средствах приблизились к штаб-квартире по борьбе с терроризмом. Добавлялось, что эти группировки не желают быть частью иракского государства. Бюджетники, в общем, ну не совсем. Речь, конечно, шла о силах народной мобилизации. Аль-Хашт-Аш-Шааби Коалиции проиранских военизированных формирований, интегрированных в регулярные силы безопасности. Но это была совершенно новая лексика. Будет ли Казими спасать Ирак, тонко и опасно балансируя между Вашингтоном и Тегераном, или пойдет на серьезную войну с проиранскими милициями, прибегая к помощи коалиции из США, покажет в ближайшее время. Не забудем и о большой европейской игре. 27 июня 2020 года ЕС отклонил запрос группы американских сенаторов о признании Хезбалы террористической организацией. Восток – дело тонкое, и судьба Ирака в руках сторонних внешних игроков. Это была вторая часть статьи Юлии Юзик «Иракский разлом».